Девочки и мальчики, всем большой привет от меня. В первую очередь хочу всех православных, всех православных хочу поздравить с праздником крещения, всех верующих православных. Крещение – это великий праздник Божий, вот, поэтому всех слава тебе, Господи, спасибо тебе, Господи, да, вот, всех поздравляю. Наверное, все, ну, и скажу пару, конечно, я вышла не по этому поводу, но я скажу пару буквально слов об этом, не об этом празднике, а о том, как его празднуют, да, все, как правило, ну, что, опускаются в купель, это как бы как крещение, да, происходит, как все делают это. Но, знаете, меня больше всего в этом плане как-то, ну, немножко напрягают. Те, которые не ходят в церковь, те, которые не верят особо в Бога, почему-то все дружно бегут купаться в этот праздник. Вот, да, считается, что вода священная, и действительно вода лечебная, это доказано научно, действительно почему-то на праздник крещения, действительно имя, именно на, это, именно в этот праздник происходят странные вещи с водой. Она становится, действительно, она меняет свой код, понимаете, она свою химическую основу, она меняет. Вы можете себе вообще представить? Я, конечно, удивлена, просто удивлена этому, ну, как удивлена, я как верующий человек не удивляюсь, но действительно так. И любая вода, в общем-то, считается священной, понимаете, священной. Я немножко прервалась, потому что я опять увидела, как бьют. Не могу, я не могу смотреть, какие мирные люди на Донбассе, это смотреть невозможно. Каждый день там убивают людей. Это я не могу на это смотреть, это какой-то ужас, просто это кошмар и ужас. Когда этот ужас закончится, не знаю, но пока это продолжается, это просто рвет сердце. ой, спаси, сохрани всех мирных людей на Украине, на Донбассе, везде. Потому что, конечно, этих людей жалко до слез. До слез не то слово, это просто ужасно все. Ну, ладно, сейчас я не об этом. Просто вот отвлеклась, увидела опять эти шуткие кадры. Вот, я говорю, что смотреть это невозможно. Господи, соболезненно всем родным и близким этих людей, как они там все это выносят, я не знаю, это страшно. Лупят пожилым домам, и плевать на все хотели, именно специально лупят пожилым домам Донецкие и Луганские. То есть наказывают, наказывают людей своих же, бывших, своих сограждан. Но ничего, Бог накажет их за это все. Боженька все видит, все видит. И кто не прав, выявит Господь Бог. Это сто процентов. Вы можете молиться своим, своим по ту сторону тьмы, своим божеством по ту сторону тьмы, но все равно Бог сильнее. Это точно. И молитвы людей за мир, за благополучие, они все равно сильнее всего. Так, ну что, я хотела, конечно, поговорить в первую очередь, как я говорю, это галопом по Европам. Да, я, значит, смотри... Мурмарюшка. Мурмарюшка, он кусается. Вот. Это ну что это такое? Все, надо руку убирать. Кстати, у меня новый маникюр. Смотрите, какой вообще такой нюдовый, очень, очень красивый маникюр. Вообще обалденный. Альбиночка, спасибо тебе огромное. Вот, моя девочка у меня всегда делает прекрасный маникюр. Ну, что я вам хочу сказать. Значит, галопом по Европам, дай Бог мне не сбиться, потому что я уж начала об одном, тут увидела, у меня просто, я говорю, слов нету. Нету слов убивают молодых детей, ой, молодых женщин, детей, стариков, ну, в общем, это ужасно все. Итак, галопом по Европам. Что я хочу сказать, значит, ну, многие, вы знаете, меня удивляет одно. Многие живут в Европе в говне, в говне живут, на социальные пособия живут, живут в нищете, понимаете, на социалке, еле концы с концами сводят. Вот. И, им самое главное интересно, что, а что там в России? А что там в России? Почему в России? Да в России все нормально. Понимаете, а что там в России? Да вы о себе-то думайте больше. Вот мне, например, наплевать, что у вас там. Да вы хоть там сдохните все. Серьезно, мне Европу не Европу, не Америку, мне вас не жалко вообще. Я знаю, что страдают только две страны. Это Россия и Украина. Все. На всех остальных мне глубоко фиолетово. Но нет же, вы лезете, но нет же, понимаете, чем хуже они там живут, тем больше они лезут к нам. А что там в России? А что в России? Да нормально у нас все. Я уже вам говорила, но тем не менее. Нет, нет, у вас же там все плохо. Вы все врете. Вы все врете, у вас там все плохо. Слушайте, ребята, я не вру. Когда будет плохо, я скажу, что плохо. Понимаете? Я скажу, что плохо. Я не скажу, что ситуация прямо улучшается. Нет, ситуация обычная такая же. Нам сейчас повысили, для вас, так сказать, для это самое, жаждущих услышать, что у нас все плохо. Нам сейчас повысили кварплату, повысили очень прилично. Вот, это самое, ну, примерно на 2000, это 100% нам повысили, кварплату. Я, правда, еще не получала компенсацию, за кварплату, я посмотрю, вот, сколько мне это компенсирует. На какой процент, я буду потом рассказывать про себя обстановку в Санкт-Петербурге, сниму опять видео, кому это, я знаю, что многим это интересно, людям, кто жил в Питере, кто это самое, им интересно, что в Питере творится на сегодняшний день. Я все это расскажу, покажу, вот, цены покажу, не, не, я, как всегда, я не скрываю ничего. Я говорю то, что есть. Я говорю про свою жизнь и про жизнь своих окружающих для меня людей. Вот, а я работаю, я выхожу на работу, я работаю, вот, и я вижу, как живут люди, покупают квартиры, покупают машины, естественно, извините меня, жизнь немножечко приостановлена, жизнь чуть-чуть приостановлена, потому что мы немножко начинаем, мы не знаем, что будет дальше, никто не знает, что будет дальше, никто не знает, поэтому, как-то чуть-чуть свои планы мы немножко придерживаем, но это естественно, мы воюющая страна, мы воюющая страна, на которую наложены куча санкций, да вы что там все с башкой своей не дружите. Да вы бы сдохли уже, если бы вы так воевали бы, да еще при таких санкциях. Понимаете? Ну, мне смешно. Потом, значит, слышала тут одного придурочного. Кстати, до войны я его смотрела. Он украинец, до войны его смотрела. Чеплыга такой есть. Он был довольно-таки, знаете, в общем-то, говорил здравые мысли. Ну, сейчас видно его там это СБУ так типа, ты думаешь, что ты говоришь? Вот. И он теперь, значит, несет всякую пургу и, значит, говорит, а в России на уровне 17-го года. Это 1917-го года. Ну, кто более-менее изучал, более-менее образованный человек, он знаешь. Но для тех, которые сейчас это, не образованные, я скажу, что такой 17-й год это была революция. Да, революционная ситуация. Типа, в России сейчас предреволюционная ситуация. Слушайте, ну, не смешите мои коленки. Мы едины сейчас в России, народ един, как никогда. Как никогда. Никогда у нас не было такого единства с чеченцами, никогда у нас не было такого единства с нашими туинцами, там, якутами, татарами и так далее. мы сейчас едины как никогда мы в кулаке вот это вот это вот сейчас вот такая вот такое единение потому что все все понимают все все понимают что против нас воюет все прогрессивное человечество как говорилось все непрогрессивное человечество те которые подчиняются сатане против нас сейчас сатанисты всего мира против россии и а они имеют очень серьезные денежные финансовые средства вот но финансы это не не ничего это ничего по сравнению с тем что такое единство россии вот поэтому вот такие дела но вернемся теперь к нашим баранчиком наши барана живут в ранее очень благополучных европейских странах и что я там вижу значит смотрю девочек естественно блогеров которым я верю с которым не хорошие отношения что они говорят например вероника вот из латвии мне нравится ее это самый канал кстати подписывайтесь смотрите хорошая девушка вот молодая сию ну так сказать у нее семья дети там муж и так далее работает и что они она да и даже комментарии под ее видео люди пишут что они хотят бегут из латвии бегут из латвии почему им пришла например им приходят счета сейчас пришли счета только там за газ по моему ну типа за отопление не совсем приятно только да не считая там интернета телефон и так далее по 340 евро по 340 евро приходят счета девочки это извините меня а какие у них там зарплаты ну какие у них там зарплаты но тысячи 1500 евро это максимальная зарплата извините когда по 340 приходит только тебе счет за за газ за тепло это конечно волосы дыма встают вот и люди просто текают текают из латвии бегут 7 и думают куда и бежать вот у него была мысль и побежать в германию а что сейчас германия я смотрю что сейчас германия я смотрю тоже очень интересного блогера из германии он рассказывает на новости из германии а вот он там живет он для для своих русскоязычных он ведет канал очень очень неплохой тоже канал такой информативный канал для своих немецких подписчиков но именно про что у них нового что какие там это самое там что-то там поднимают какие-то пособия да 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 но при этом он говорит что у нас нехватка медицины лекарств нехватка лекарств то есть даже для он колобай он как больных представляете себе не хватает лекарств для онкобольных это это очень серьезная проблема в германии сейчас я не говоря там же люди пишут про счета то в комментариях я просто клик ник его это самый которые живут германии они пишут про страшные счета которым приходят пишут кстати вот вот тоже прочитала один комментарий женщина многие пишут этой вероники вероника не думали возвращ не думай бежать в германию в германии все сейчас не самое сладкое во первых нет работы потому что очень много большое количество беженцев вот работы нет ее найти очень тяжело это раз во вторых они люди которые много лет уже живут в германии очень обижены на беженцев из украины почему потому что значит что они делают а вот они просто пишут и говорят что каждый месяц беженцы мотаются в украину что они делают а дальше с финляди тоже тоже такое прикол значит про беженцев ездят они значит там сдают многие сдают там квартиры они ездят собирать бабки за за аренду квартиры а сами значит здесь оформлены как беженцы получают здесь пособия сейчас что сделала германия понимаю такую историю да потом они ездят продают туда гуманитарку которыми из вещей кстати с финляндии то же самое говорят что тоже обижены на беженцев говорят они делают такой бизнес они им бесплатно со всего со всей германии как беженцев люди люди благородные как говорится собирают вещи вещи собирают хорошие там для них там это самое даже но новые в основном то есть люди как бы стараются чтобы не обидеть людей потому что беженцы из беженцы ты им надо помогать вот когда они действительно из каких-то горячих точек приехали вот что они делают они гребут всю эту гуманитарку и тюками везут на украину и продают там через секонд-хенд вот эти все вещи представляете себе это это вообще то есть они делают бизнес на это самое вот там люди тоже уже это раскусили говорят но это пипец вот а в германии уже что сделали беженцам запретили ежемесячно выезжать если ты беженец нехер тебе мотаться в украину сиди значит здесь и не мотайся на украину ты должен значит только один раз в год им разрешено выезжать на украину один раз в год они ежемесячно раньше они еще придумают что-нибудь они подкупят перевозчиков все равно перевозчики то мотаются они там через них очень придумают это самая голь на выдумку хитра так вот понимаете меня что убивает что не щеброды живущие на социальных выплатах в германии или там где-то еще какой-то другой стране благополучный вот лезут рассуждают живут от к из копейки на копейку и рассуждают о том как хереново жить в россии люди которые годами не выезжают ни на отдых который годами не выезжая не могут себе позволить ничего живут с копейку на копейку понимаете на социалке в социальных квартирах которых нет своего ни жилья ничего своего нету все в аренде в аренде или на социалке или же в бешеных кредит или в кредите рассуждают как херово жить в россии в россии мы живем все свои квартиры кстати да вот один молодой человек на войненок он все время он сказал что он 16 лет ходил тоже очень интересно посмотрите блогера с филиным филиным как-то так называется он показал этого парня который значит он говорит этот парень сейчас находится в америке через мексику по политике он отсидел там в этой тюрьме и значит он но он действительно по политике потому что он 16 лет он сказал он ходит ходил в россии на вот эти вот на вальняцкой и то вот эти вот демонстрации до митинги на эти демонстрации уходил значит протест протестыARR вот ходил а значит это сам против там всех нас так сказать против россии против всего в итоге когда началась спецоперация он сбежал в америку через мексику он сказал да отсидел в тюрьме через мексику и что значит первое время он говорил да мне наплевать этот иначе работает там где-то официантом потом там значит где-то работает что-то еще какие-то туалеты моет и говорит но он уже там машину себя какую-то там все-таки приобрел потому что он говорит что ну естественно там без машины не куда в америке это не в россии где вот я пережил без машины она мне не нужна всем не нужно что ну я я вот например да хотя у нас есть машина но мне не нужно машина и ездить и нужен old машина не может например вот а мы совершенно хотя у нас есть машина новые практически не пользуемся вот почему потому что у нас общественный транспорт у меня вообще бесплатный общественный транспорт он очень развит вот и нам в принципе в питере вот стоять в пробках мне добираться из одной части города в другую на работу и стоять все время в пробках мне извините такой лав и не надо да я ешь и поэтому я езжу общественным транспортом то есть мне этого достаточно там естественно в америке но кое-как какую-то машинку он там себе приобрел игала и значит и что сейчас он говорит 9 месяцев прошлом с первой волне же уже сбежал вот в америку и в том сейчас говорит и что я должен тут мы туалеты до 70 лет я же он живет он снимает хост в одну комнату он даже не комнату снимает ребята снимает койку койку снимает вот и 9 месяцев он снимает эту койку с девушками он там встречаться не может у него просто на это денег нету и вот он один там выписал себе какую-то девчонку вами американку правда такой симпатичный кстати девочка вот там это сама два дня и они тусили она там приехала с другого города как-то не познакомились два дня не тусили и он сказал я два дня пожил как человек молодой парень понимаете а в россии у него была своя у него было салон в это в россии у меня была своя квартира у меня была машина у меня была девочка это сама девушка и так далее а здесь что я живу на этой койке я бы чудо 70 лет должен пахать до дорогой ты до 70 лет в америке будешь пахать мы туалет и понял это максимум что ты можешь потому что ты он сказал я руками делать ничего не могу на стройку он пойти не может пошли руками ничего делать не может каким-то там быть мастером где-то ла мастером он тоже потому что ни хера не можно только ходил он в россии только ходил на эти митинги он больше ничего не умеет он даже учиться не учился в россии толком он ходил на митинги он бы править противником и жил своей квартире при этом понимаете видно достался родители каким-то образом и там ему там купили на на квартирку все что он может и вот такой г уехал это пусть такое г уезжает такое г здесь не надо ему сказал но как мне вернуться у меня уже там может быть статья в россии не надо к нам возвращаться такое г пусть будет г пусть моют туалеты в америке вот такое г к вам едет в америку ждите вот это одно значит это сам еще одна значит блогерши с которой я как-то не но общалась из забугорск ну и она из европы из благополучной европы так ну как то так общались с собой шапошное было знакомство в принципе виртуальная да вот она все критиковала меня все критиковала меня значит это самое а я смотрю как да хотя сама жила на социалке всю жизнь живет на социалке но не всю жизнь там потеряла работу там живет на социалке и я смотрю как эта молодая женщина еще совсем молодая достаточно превращается в злобную злобную одиночку бабу-одиночку понимаете вот она злится она просто она просто из нее яд ядом и так сказать хлещет и все хуже и хуже превращается в злобную бабу одинокую злобную бабу это кошмар просто я не знаю чем это все закончится но я думаю что закончится очень плохо причем ее мужья были абьюзеры которые и над ней издевались вот там в этих европах вот и она все больше превращается и вот как-то она мне написала я очень хорошо помню она мне как-то написала в комментариях пишет мне когда я сказала что в питере но утрируя ситуацию конечно я сказала что в питере жизнь не жизнь а зарплаты достаточно маленькие я имела в виду например по сравнению с с москвой вот что я имею ввиду да вот может быть для каких-то регионов но и для каких-то регионов тоже многие приезжают особенно из сибири приезжают питера горит боже мой мы все ходим в норках от и до а у вас метро все в этих самых хотя конечно норки у нас есть ребята но мы не ходим в норках мы уже ходим в этих этих пуховичках пуховичках вот а мы все ходим в норках она говорит моему зарплаты совсем другие пенсии совсем другие в сибири я говорю ну правильно вы получаете северный у вас другая жизнь вот она год в питер по сравнению с нами нищеброды по сравнению с нами вот в сибири и ребята приезжали девчонку я общалась она приехала на нас работал она ушла все-таки с работы с нашей нашла себе какого-то спонсора ночью нормально девочка пристроилась но не суть и дело не в этом она 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 просто была в шоке она год но вообще я буду да да это не сравнивать питере маленькие зарплаты но не везде конечно вот но по сравнению с сибири и так далее и тому подобное но тем не менее мы живем хорошо мы живем нормально вот понимаете то что они там имеют с трудом не имея все в все в кредит квартира в кредит дом в кредит машина в кредит даже эти айфоны в лизинге понимаете ничего своего нету у нас это все свое квартиры свои машины свои дома свои понимаете ну уж я не говорю про айфоны и так далее это тоже все свое захотела вот я смогу захотеть я хочу сейчас я пойду себе куплю айфон лиф легко и куплю его понимаете девочки но я не не хочу тратить эти деньги на эту дрянь понимаете мне мне это не надо и так же у нас каждый может это себе позволить вот но короче но во всяком случае у людей свои квартиры люди живут своих квартирах даже если какую-то показывают старую бабку какой-то заброшенной дереве веньки где там узнаете уже как говорится уже никто не живет она оттуда не хоть не хочет уезжать никто не живет заброшенной какой-то деревеньки но у нее свой дом он деревянным старенький он там без ремонта но у нее свой дом свой дом как это не понять людям не в не в кредите не в аренде это свой собственный дом ночью короче деревянненький плохенький но он свой понимаете вот так ну ладно да я говорю то что там считается достижением у нас здесь это для нас это в общем-то нормально нормально там это достижением какие-то знаете сам ну ладно это не хочу про это все говорить и вот этот парень ноет но и теперь он говорит да ёлки-палки как мне теперь поступать то я девять месяцев здесь не живу молодой парень у него нету девушки у него никого нету потому что он не живет он существует он существует вот ночью вот такие вот дела ну да и знаете это сама мне так понравилось значит да и я его мне не рассказала про вот это вот блогершу которая я вижу еда и и деградацию девочки вижу и когда она мне писала зачем ты работаешь и вдруг она мне в комментариях пишет но зачем ты работаешь раз маленькие у вас там зарплаты уходи и занимайся блогерством и чуть я девочки я ничего я и там написала это нереально какое блогерство чуть она что не видит сколько у меня подписчиков она что не вид какие у меня просмотры youtube меня не продвигает потому что не я не о том говорю я не фрик во первых я не если бы я была фриком которая орала на всю воронью горло понимаете это сама там проклятие это самое посылала в адрес русских в адрес даже в адрес кого-то там понимаете вот вот тогда вы меня youtube продвигал а так он меня быть даже рекомендованы не моим эти самые а какой о чем она прекрасно это видит и понимает вот и я значит должна бросить я говорю извините мне до пенсии еще ого пенсии у нас теперь 60 лет мне исполнилось 55 в этом году ой в том году посчитай пусть дурочка посчитает сколько мне еще до пенсии на каких мне с неба не сыпятся деньги ютюбе чтобы зарабатывать надо быть миллион миллион щекам миллион щекам мне это не это мне как говорится не не будет у меня этого никогда я миллион щекам не буду тем более на ютюбе вот у меня я время от времени я время от времени делаю эти видосики время от времени ни больше ни меньше как у меня настроение я не ютюбер я не этот но и ютюбер да я не блогер который профессионально этим занимается чтобы быть профессиональным блогером надо у кого сколько тоже денег вложить во все это но я естественно этого не делаю вот и я не фрик понимаете которые торгуют своей жопой или или другим или пиздой извините господи прости мою душу грешную и ругаться в это самое не не торгую этим понимаете вот поэтому вот и вдруг она мне такое пишет ну что ты это сам татьян давай уходи вот это злобная тетка которая из в один из понимаете становится одиночкой бабой одиночкой свои там ну не еще сорока лет нету вот это вот злобная баба пишет мне такие вещи понимаете кстати была нормальным человеком на все хуже и хуже с мужиками не везет вот жизнь такая тяжелая и вдруг я вижу у меня в рекомендованных выходит видео этой тетки ну вот и она пошла работать оказывается она пошла работать она рассказывает как она работать пошла как это самое и пошла кем как вы думаете ну конечно же помойкой тем же еще она может пойти работать естественно же помойкой вот советую мне человеку с высшим образованием с двумя образования у меня во первых техникум закончил экономический и у меня закончены финансовый экономический институт вот мне человеку который работает бухгалтером который был в свое время зам главного бухгалтера который был на руках такой это сейчас потому что у нас там сокращением было в той организации я ушла и я не хочу сейчас работать не главным ним бухгалтером не зам главного бухгалтера потому что мне спокойнее работать простым бухгалтером вот и вот работая и она мне советует чтобы я ушла и занялась блогерством а у нее кстати подписчиков побольше чем у меня вот прибыла это самое и в общем-то смотрят и у нее не отключена антизация в ее благополучной стране понимаете европейской ой но слов нет одни эмоции понимаете одни эмоции слов нет вот ну что я могу сказать таким таким советчицам советником живите и думайте о себе я вам еще рассказала мне наплевать на европу насрать и розами засыпать вот такое у меня отношение и да еще хочу сказать те а уже началось те которые желали мне плохого желали мне плохого ну что началось у вас уже деградация вниз и это вижу я говорила что общение со мной приносит людям благодать это факт что я божий черт я я очень не добрый человек очень добрый человек и как сказать никогда не ты не кричу проклятие в него адрес никого никогда вот и к люди которые кричали проклятие в какой-то адрес и так далее у них уже начинается это цветочки вот еще ягодки не желаете никогда другим не шлите проклятие никогда другим это очень очень чревато всем всего ну вот и значит да еще и ребятки я хочу сказать вам по поводу еще раз крещение очень многие вот в купели до опускаются в купели и главное лезут в проруби ребятки я слушала одного врача я считаю что лезть в проруби в нашем кристос крестился где в реке и орда в ордане и ордане и ордане это что это это тепло это в теплой воде это тепло туда опускали его у нас же здесь прорубь холоднючие проруби в россии и люди лезут в эти проруби ребята вы немножко подумайте о том что если ты не подготовлена на маржи которые там ну маржи маржуются они там закаленные люди я слушала очень-очень уважаемые мною да и многими другими врача и он сказал что что он против вот этого маржевания понимаете раз в развод почему потому что почки очень не любят холода кстати у кого если у вас дома и холодно например у нас но редко кого дома холод вот обязательно обогревайтесь потому что почки не любят холода почки дают вам давление почки дают вам все остальное поэтому почки не любят холода и когда вы опускаете сердце не любит холода он сказал что у него родственник даже его родственник опустился вот так в холодную воду и у него произошло что разрыв сердца девочки разрыв сердца будьте очень очень аккуратны а потом вспомните прошло прошлогоднюю историю когда женщина прыгнула или прошлогоднюю или поза прошлый год когда там она прыгнула в воду позе прошлом году в воду и утонула понимаете не надо вот так вот это сама купили я считаю что купили вот вот создают если купили каких-то храмах вот это да в тепле и освещенная вода это туда еще можно как я крещение как я это крестилась я налила в ванночку теплую горячую водичку вот туда немножко осветила и иду то есть им святой водичкой туда немножко плюхнула как говорится и полежала в теплые шикарной воде вот сделайте точно так же в общем всем желаю добра мира справедливости любви ближнему любит ближнему если вы верующие люди не ненависть не захлебните своей желчью люди захлебнетесь ведь своей желчью я еще раз говорю страдает два народа российский и украинский все все остальные да у вас потихонечку помаленечку будет экономическая ситуация ухудшаться это однозначно это даже тут но это мировое мировая рецессия и здесь россия здесь не причем вот и вывод вы ведь захлебнете своей желчью а своей ненавистью своей желчью друг другому народу захлебнетесь вот так вот поэтому всем адекватным людям да вообще я всем желаю кстати я всем желаю только добра любви мирного неба над головой и счастье вот вот все что я могу вам пожелать а вы попытались люди многие попытались что да что европа попыталась сделать пыталась дать щей как говорится россии щей дать китаю и что получилось значит высоченные тарифы на газ то чтобы россии попытались каким-то образом прижать и и нехватка медикаментов потому что и каких-то может быть даже и каких-то других вещей потому что вы попытались прижать китай две великих державы да но это это глупо это тупо но тупость ваша зашкаливает вот тупость европейцев зашкаливает просто зашкаливает у меня нет слов от этой тупости от этого прихлебательства об этом вот и все кто желает нам зла захлебнетесь своей желчью я это обещаю а хорошим людям добра и счастья мира и мира нашим двум странам россии украине нам мира добра и любви пока пока украина а а а а Продолжение следует...